Здравствуйте дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Мы находимся в деревне Перемилово Дмитровского района. У нас появилась такая традиция. Если какой-то из наших объектов находится рядом с каким-то значительным историческим местом, где происходили события исторические, мы обязательно посвятим этому короткий обзор. За моей спиной канал имени Москвы, за каналом город Яхрама, слева Москва, справа Дмитров. Город Яхрама оккупирован. По мосту направились первые немецкие танки на эту сторону. Наши бойцы вступили в бой, ведут кровопролитное сражение. Боеприпасы заканчиваются. Подошел резерв и удалось отбросить немцев за мост. Для того, чтобы остановить немцев, решено взорвать мост. Для взрыва моста отправили 13 саперов. Вернулся только один. Но задание было выполнено. Мост был взорван. С севера Москвы нависающая немецкая машина все-таки уперлась и не продвинулась дальше. А уже 5 декабря началось контрнаступление по всему фронту. Именно в этой деревне живет наш заказчик, где мы будем строить ему каркасный второй этаж с новой крыши. Пойдемте посмотрим нашу работу. 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 Итак, крыши нет, мы ее разобрали за сутки Дальнейшие работы нужно производить оперативно, так как под нами проживает семья И нам очень важно их не затопить И сегодня обещают кратковременные осадки Если что, есть у нас на готове укрывной материал Вон он! Тут зацепной, вы еще сверху фронтон какой-то Ты понял, да? До потолка Тут 20, потом полы, в сумме нормально будет Мы сейчас на ключевом моменте, когда на старый бревенчатый дом мы настраиваем каркасный этаж Но очень важен первый обвязочный брус Он связующее звено со старыми бревнами Обвязочный брус нужно установить в уровень и прочно соединить со старыми бревнами сруба Есть несколько способов крепления, но мы будем крепить старым испытанным методом Нагелями Хорошо, что наш сруб пяти стенок Здесь есть капитальная стена, которая смещена на одну треть Потому что капитальная стена дополнительно связывает прямоугольник самого сруба И потолочные лаги, три штуки, которые тоже связывают дополнительно наш дом Как известно, площадь бревна, она круглая И для того, чтобы установить квадратный брус 150 на 150 на эту плоскость Нужно плоскость бревна обтесать и выровнять Также мы определили точки уровня, которые нам показали, что сруб все-таки со временем осел Плоскость потолка, она не в уровне находится И наша задача это все исправить, выровнять Чтобы у нас потолок второго этажа тоже находился в уровне идеально Вот поэтому это ключевой момент Прокладываем на каждый брус леватин в два слоя Для того, чтобы когда древесина сядет, у нас не продувало, было плотное соединение и герметичное ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Хорошо. Как процесс идет? Дом растет? Не поднял, а по часам. Это ты специально под окна усиливал, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло два дня. Дом и кровли приобрели свои проектные очертания. После того, как был установлен обвязочный брус, на него мы вставляли угловые стойки от пола до потолка 2,5 метра. И если делать 2,20, 2,30, уже потолки как-то давят. Кровля здесь двускатная, с углом 45 градусов. Из доски 150 на 150. 45 градусов это самая стандартная, надежная крыша, оптимальный вариант по снеговым и ветровым нагрузкам. Для прочности мы установили коньковый прогон. Утепляться здесь будет перекрытие, чердак холодный, проветриваемый. Кровля материал здесь будет металлочерепица. По желанию наших заказчиков в северной части не будет окон, будет лицевая сторона, которая выходит на улицу, одно окно. Южная часть будет два окна, подготовленные два проема. Прекрасная холмистая возвышенность. И заказчики решили сделать здесь не окно, а даже целый балконный блок. Смотрите, какая отличная панорама. Ширина каркаса у нас 200 миллиметров. Но утепление у нас будет 250. Мы будем наращивать брусок еще с внешней стороны. Угловые стойки мы фиксируем укосинами. Каждую укосину обязательно нужно запиливать в обвязочный брус. Каркасные стойки мы запиливаем и крепим жестко. Укосины придают жесткость всей конструкции каркаса. Принцип жесткого треугольника. Как известно, треугольник более жесткая конструкция, чем прямоугольник, либо квадрат. В каркасном строении без укосин не обойтись. Эти перемычки имеют важную функцию. Они скрепляют скелет общего каркаса. Вверху каркасные стойки фиксируют обвязочным прогоном, который ставят на торец. Запиливают каждую стойку и фиксируют жестко. По этой каркасной стене мы установили два обвязочных прогона. С этой стороны и с внутренней. Дабы усилить нашу конструкцию, потому что в этой части два окна и довольно-таки широкого размера. Два обвязочных прогона значительно снизят нагрузку в области откосов окон. На перекрытие монтируется еще одна обвязочная доска, на которую устанавливаем стропила. Тоже предварительно запиливая в зоне сопряжения. Жестко крепим усиленными уголками. Монтируем мы стропильную систему на коньковый прогон. Дополнительно фиксируем, усиливаем наши конструкции ригелями. Даже сейчас видно, конструкция получилась очень надежная и прочная. Да, красота. Здесь не дома люди покупают, а виды. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрушили старую крышу. Подозреваю, что в ближайшее время проблем с дровами у заказчика не будет. Вот стою я на этой куче дерева и думаю по поводу каркасного строительства. Ведь в России испокон веков предпочитали строить дома из дерева, подчеркиваю. Это сруб, бревенчатое бревно и брус. Каркасное строительство и технологии пришло к нам с запада. А именно североамериканские технологии и скандинавские. И надо сказать, каркасные технологии хорошо прижились в наших реалиях. В нашей стране есть адепты североамериканской школы каркасостроения и скандинавской. Зато у нас Гагарин полетел первый в космос. И поэтому компания Крофмонтаж решила основать русскую школу каркасостроения. Мы возьмем все самое лучшее из технологий, добавим что-то свое и сделаем настоящий русский каркас. Потому что наши каркасные дома стоят более 10 лет. Может кто-то скажет, позвольте, ведь велосипед давно изобретен. Зачем его заново изобретать? Вот вы садитесь на этот велосипед и катитесь вон туда. Технологии всегда меняются. А меняются почему? Потому что они развиваются. И совершенствование это постоянный процесс. Чем мы и занимаемся. Наилучший вариант построить каркасное строение это иметь строганный пиломатериал, камерной сушки. Да что там говорить, с ним и работать приятно. Это в идеале. Но ситуация и обстоятельства бывают разные. И разный кошелек есть у заказчиков. До нас с этого объекта сбежала бригада строителей. Но перед этим они успели завести сюда пиломатериал. И здесь мы по сути выступали как пожарная команда службы спасения. Как сказал сам заказчик, дешево мы уже попробовали. Хватит. Поэтому, дорогие друзья, предвижу всякие вопросы или комментарии. Вот работаем с тем, что есть. И здесь никаких нарушений нет. Я уверен и знаю на 100%. Нам приходится строить со строганым лесом и с обрезным. Конечно, со строганым лучше, но и с обрезным пиломатериалом. Наши дома стоят уже десятилетия и жалоб нет. Уважаемые мастера, адепты Ларихона, которые могут увидеть саморезы и уголки. И уже мне в инстаграме писали. Привет, я Ларихон. The Russian framework is power. После утепления 250 мм, внешние стены мы дополнительно обшиваем плитами USB 12 мм. Заказчик в этом году не планирует заниматься отделкой фасада. И, скорее всего, наш дом перезимует в таком виде. Наша задача изолировать от птиц подкровенное пространство. Между листами USB обязательно нужно оставлять зазор 3-4 мм. Вот гидроизоляционная пленка для холодной крови. Контробрешеткой нужно использовать специальную подложку, чтобы конденсат не протекал на местах крепления, где гвозди, саморезы. И производим монтаж обрешетки. В этих местах она сдвоенная. Почему? Потому что мы рассчитали место, где будет находиться снегозадержание. И вот эти два ряда обрешетки усиленные как раз приходятся на будущее снегозадержание. Пойду наверх, посмотрю, как сделан конек. Изготавливали мы на производстве металлочерепицу под размер этой кровли полиэстер. С профилем монтерей от карниза до конька. Здесь неразрывный лист. Стыки металлочерепицы сделаны идеально. Их даже не видно вблизи. Снегозадержание с овальной трубкой. На такую длину ската мы устанавливаем один ряд. Этого вполне достаточно. Металлический водослужный желоб с диаметром 125 мм. Труба будет здесь 90 мм. Остался нам буквально последний лист сантиметров 80 с шириной. И установить конек по центру. И будем сдавать работу нашему заказчику. Ну вот, мы завершили все наши работы по договору. Построили каркасный этаж с двускатной кровлей. На все про все ушло у нас ровно две недели. Объект сдан. Заказчики счастливы. На этом все. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Всем пока!